Поступают подробности отстранения сборной России по тяжелой атлетике от участия в Олимпийских играх в Рио. Запрет наложила соответствующая международная федерация, заявившая, что репутация этого вида спорта серьезно пострадала от действий наших спортсменов. По ее данным, перепроверка семи проб российских тяжелоатлетов, взятых на Олимпиадах в Пекине и Лондоне, показала наличие допинга. Всего российской стороной для участия в играх изначально было заявлено 8 атлетов. Это многократные призеры чемпионатов Европы и мира. Их шансы на медали в Бразилии оценивались как очень высокие. Чистая политика, бандитизм и цинизм в высшей степени. Именно так сейчас многие комментируют случившееся. При этом отмечают, что отсутствие наших спортсменов отрицательно скажется на качестве конкурентной борьбы в Рио. Сейчас будут выигрывать те, кто вообще даже в шестерке бы не были. Зачем это нужно? Кому это нужно? Ну его медаль, она цениться не будет. Суть этой медали, ценность этой золотой медали. Если вы хотели этим действием подарить кому-то медали, так они им не нужны. Они не ценны, их никто не оценит. Это пустышка, это как деревянная медаль. А в борьбе, да, это круто. Почему спортсмены всегда стояно предистали плачут? Из-за того, что они отдали этому очень много сил, поэтому они плачут. Потому что они горды за свою страну, они горды, что они этого добились. Ранее на игры 2016 также не была допущена российская сборная по легкой атлетике. Разрешение получило только прыгуни в длину Дарья Клишина, которая давно тренируется в США. Отстранили и десятки спортсменов других видов. Всего на данный момент Международные федерации одобрили участие в Олимпиаде 266 россиян.